Бисмиллахи ррахмани ррахим, альхамду лиллах, вассалату вассаламу аля сайидина ва хабибина мхаммадин, ва аля алихи ва асхабихи аджмаин амма ба'ад, дорогие братья и сестры, ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'алла ва баракатуху. Альхамду лиллах, огромная безграничная хвала Всевышнему Аллаху за то, что мы сегодня, все мы, кто сегодня здесь собрался, в частности, являемся уммой пророка Мухаммада, салли Аллаху алейкум ва салям. Настолько Всевышний Аллах выделил нас, настолько этот великий хикмат, и об этом очень много можно рассказывать. Так долго, как Абдурахман Хажжяв рассказывал, у меня столько сил не хватит, конечно, говорить. Пусть Всевышний Аллах тавфиq даст, чтобы мы на все, что было сказано, чтобы мы амал тоже делали. Немного сегодня хотел бы рассказать о нашем пророке Мухаммаде, алейкум ва салям, и о том деле, который он начал, который он, можно сказать, запустил. И особенно здесь я вижу много наших молодых братьев сидят, особенно посыл будет сегодня к нашей молодежи. Посланник Аллаха, салли Аллаху алейкум ва салям, человек, который... Но без которого, наверное, вся наша жизнь не имела бы какого-то смысла. Человек, который помог нам познать Всевышнего Аллаха, аззава ва салля, и поклоняться Ему. Через что прошел посланник Аллаха, салли Аллаху алейкум ва салям? В свое время, мы знаем, 13 лет мучали посланника Аллаха и его сподвижников, когда они жили в Мекке. Мы знали, как забрасывали камнями пророка Мухаммада, салли Аллаху алейкум ва салям. Давайте постараемся переместиться во времена посланника Аллаха и посмотреть, что бы мы делали, будь мы, во времени пророка Мухаммада, салли Аллаху алейкум ва салям. Посланник Аллаха, салли Аллаху алейкум ва салям, человек, который терпел нереальные испытания. За всю свою жизнь мы знаем, какие трудности встречал он на своем пути. И вот посмотрите, как нас много здесь сидят. Вот так много сахабов у пророка, салли Аллаху алейкум ва салям, изначально не было. Мы помним истории, когда посланник Аллаха, салли Аллаху алейкум ва салям, человек, который являлся самым лучшим из людей, самым красивым из людей, человек, который никогда никого не обманул, который ни разу не совершил греха. Люди, даже враги, которые его ненавидели, они не могли одно слово плохое заметить за посланником Аллаха, салли Аллаху алейкум ва салям. Вместе с тем, что он мог показать человеку муаджизаты, чудеса, за первые три года ислама, мы знаем, всего лишь 40 человек приняли религию Всевышнего Аллаха. Так же это. И вот как мы с вами собрались в этой мечети, вот так же собирались сахабы, радия лаву анхим, Аджмаин, в доме сподвижника Аркама, радия лаву анхим. Представьте себе, почти полторы тысячи лет назад на всей нашей планете было всего 40 мусульман. Всего 40 верующих в Аллаха и Его Посланника, салли Аллаху алейхи вассаляма, на весь этот мир. Но результатом усердия этих 40 людей, алхамду лилля, мы с вами сегодня сидим в мечети, и нас намного больше, чем 40 человек. Результатом усердия этих 40 человек сегодня на всей нашей планете почти 2 миллиарда мусульман, алхамду лилля. Что делали эти 40 человек? Как получилось так, что из-за этих 40 человек, благодаря этим людям, сегодня ислам распространился вот настолько, насколько мы сегодня видим. эти люди пропустили религию Аллаха через себя. Они на 100% они вот горели огнем религии Всевышнего Аллаха. Эта вера внутри зажгла их сердца, и они доводили эту религию благодаря своей жизни, которой они посвятили религию Всевышнего Аллаха. Мы знаем, как только они издевались над посланником Аллаха, саллиллаху алиу ассалям, когда его душили в намазе, когда на него выливали в верблюжьи внутренности, когда его забрасывали в городе Таев, забрасывали камнями, когда детей подговорили и сказали, чтобы дети кидали в него камни. Но все мы также прекрасно знаем, жители Ясриба, Медины, как они встречали посланника Аллаха, когда он переселялся к ним. Они встречали, воспевают али али бадру алейна также. Чья это заслуга? То, что жители Медины встречали посланника Аллаха, саллиллаху алиу ассалям, стоя, ожидая несколько дней, выходили с утра до вечера, они смотрели на горизонт, не появляется ли образ пророка, саллиллаху алиу ассалям, хотя жители Медины его не видели. Почему? Чем особенным выделились жители Медины, что так с любовью они встретили пророка, саллиллаху алиу ассалям. Кто стал причиной всему этому? Причиной всему этому стал 17-летний юноша по имени Мусаб ибн Умай, радия лаву альху. Еще раз повторю, ему было 17 лет. И когда посланник Аллаха, алейхи саллиллаху ассалям, до совершения хиджры, отправил Мусаба в Медину, Мусаб ибн Умай, радия лаву альху, заставил сердца мединцев полюбить пророка, саллиллаху ассалям, будучи они его даже не видели. Вопрос, как он это сделал? Один, в одиночку, 17-летний юноша. Давайте представим себя на месте Мусаба в этот момент. Если бы нас отправил в Медину посланник Аллаха, саллиллаху ассалям, к людям, которые еще не видели и не слышали о пророке Мухаммаде, алейхи саллиллаху ассалям, смогли бы мы сделать так, чтобы сердца мединцев полюбили пророка, не увидев его? Смогли бы мы с вами сегодня, с нашими поступками, с нашими сердцами, которые мы носим в наших телах, смогли бы мы сделать так, чтобы мединцы, стоя несколько дней, ожидая пророка, саллиллаху ассалям, на окраине Медины, ждали его прихода. Я думаю, мы не смогли бы это сделать. Зная, какие мы сегодня есть, мы бы этого не смогли сделать с вами. В одном из газоватов посланник Аллаха, алейхи саллиллаху ассалям, назначил руководителем, полководцем, также ровесника Мусаба, другого сподвижника по имени Усама бин Зайд, рады и лаву ассалям. Мы знаем, у пророка, саллиллаху ассалям, был так называемый приемный сын, но потом, когда Всевышний Аллах повелел не называть приемный, не усыновлять детей, не причислять к своей разословной посторонних детей, но вольноотпущенником в доме пророка, алейхи саллиллаху ассалям, жил великий сподвижник по имени Зайд бин Харис, рады и лаву ассалям. Так вот, его сын Усама бин Зайд, рады и лаву ассалям, в юном возрасте посланник Аллаха, саллиллаху ассалям, приказывает назначить этого человека в газовате полководца. Это не просто назначить человека имама мечети, или же районным имамом, или же даже полпредом. Это газоват, где каждая секунда может оказаться последний. И Усама бин Зайд, рады и лаву ассалям, взял на себя эту ответственность. В войске Усамы были такие великие сахабы, как Халид, как Умар и другие, рады и лаву ассалям, но предводителем был совсем юный Усам. Таких примеров в жизни пророка ассалям огромное количество, когда у него были вот такие сподвижники. И они входили в число вот этих сорока также. Но ту телегу даавата, которую начал толкать в свое время посланник Аллаха ассалям, толкать по пути ко Всевышнему Аллаху, эта телега даавата, когда посланник Аллаха покинул этот мир, она не остановилась. Да, изначально ее толкали всего лишь сорок человек, но они толкали ее, полностью отдавая себя. Эти сорок человек, телега даавата, это образно я назвал, это дело пророка салям Аллаху ассалям. Эти сорок человек толкали эту телегу даавата и больше другого, кроме как эта телега даавата, они в своей жизни ничего не видели. Они жили ради этой телеги. Они жили и видели себя предназначением своим толкать эту телегу дальше по пути ко Всевышнему Аллаху посланник Аллаха покинул этот мир. И сахабы они дотолкали эту телегу до Таби'инов. Там она не остановилась, Таби'ини дальше продолжали ее толкать. Здесь Абдурахман Хажияу нам рассказывал о великом имаме Шамиле и его временах. мы знаем как достойно имам Шамил Кудеса толкал эту телегу в свое время. И вот сегодня мы 21 век полторы тысячи лет прошло со временем пророка Мухаммада алейсаляту ассалям. Так вот эта телега именно эта же телега никакая другая сегодня ее тоже дотолкали наши предки до нас. И она сегодня катится в том же направлении. И клянусь Аллахом это никакая другая телега. И она не катится в каком-то другом направлении. Она катится именно туда куда толкал ее посланник Аллаха салям. Куда толкали сахабы и толкал великий имам Шамил и сегодня она катится. И она будет катиться до самого судного дня даже если все люди отойдут от нее. Но давайте себя спросим дорогие мои братья какую роль мы сегодня с вами играем этой телеги. Сегодня мы знаем кто является предводителем нашим и кто толкает сегодня среди нас эту телегу. Точно так же как и во время пророка всегда были люди которые отказывались толкать ее стояли в стороне. Были люди которые верхом садились на эту телегу и своими неправильными поступками они отогащали остальным чтобы они толкали эту телегу. Они добавляли груза к этой телеге своим весом. Были люди которые обходили эту телегу с обратной стороны и толкали ее в другую сторону. Были люди которые вставляли палки в колеса этой телеги. Сегодня все эти категории людей тоже есть в нашем обществе. История повторяется дорогие мои братья. Но каждый из нас каждый из тех кто здесь присутствует и вот самые наши молодые скоро они будут осознавать может быть наши младшие братья не до конца еще и вокруг этих людей сегодня собираться. Сегодня мы видим благодаря интернету каким тяжелым стало наше время. Сегодня мы видим как посланник говорил что это тяжелое время будет когда люди утром будут просыпаться на истинном пути но вечером уже будут заблуждения. Вот так легко будут люди попадать в заблуждение. И сегодня те люди мы знаем чем славен Черкей чем славно это наше село. Мы знаем какой путь проделал Исаида Рахима Аллах начиная с Саид Мухаммада с 98 года все эти люди которые отдавали свою жизнь на этом пути толкая эту же самую телегу по пути Всевышнего Аллаха сегодня мы должны найти себя возле этой телеги и какую роль мы выполняем возле нее. Сегодня недостаточно понимать и осознавать что эта телега катится в правильном направлении. Да не мы ее толкаем ее толкает Всевышний Аллах но мы дорогие мои братья сегодня должны понимать что нам лучше будет не просто смотреть и наблюдать как катится эта телега сегодня нам лучше будет находиться рядом с ней рядом с теми людьми кто ее толкает в этом направлении сегодня каждый из нас пускай это самый молодой среди присутствующих пускай это человек у которого меньше всего возможностей у которого меньше всего способностей сегодня любой из нас может оказаться уровнем не буду конечно сравнивать но может оказаться подобным из тех сорока которые собирались в свое время в доме Аргама разве этого не может быть разве не может быть что сегодня молодой юноша среди нас может повторить историю Мусаба Ибн Умейра Историю Усаму Бензейда И оставить огромный отпечаток в сегодняшней нашей истории может если сегодня мы до конца откроем глаза и осознаем какую роль сегодня в наше время в нашем обществе мы выполняем дорогие мои братья очень много можно рассказывать и приводить разную аналогию чтобы вот так же собрал и на самой вершине рая вокруг нашего любимого пророка Мухаммада салли Аллаху алейхи вассаламу алейкум рахматуллахи в баракат алейкум